Пострадавшая в Сирии россиянка нуждается в экстренной медицинской помощи. Об этом сообщают в русской общении в Арабской Республике. Ирина Баракят была ранена в результате взрыва самодельной мины. Женщине пришлось импутировать ногу и часть кисти. С подробностями из Сирии специальный корреспондент Александр Кацуба. Двигаться не могу, ничего не могу. Температура последние два дня опять поднялась. Главное, дети живы, говорит Ирина Баракят. Вспоминает, как услышала жуткий гул за окном, увидела падающую бомбу. А рядом сидели сыновья и пятилетняя дочка. Я прыгнула на них и выставила руку и ногу вперед, затем закрывая своих детей. И почувствовала просто гул и потемнение. Ирина вместе с тремя детьми пришла в гости к родственникам. Решили переночевать. Боевики в этот день слишком часто обстреливали пригород Алеппо. Самодельные бомбы террористов летят прямо в жилые кварталы. В этой квартире из-за взрыва погибла целая семья. Снаряд, газовый баллон попал через это окно. Ирина увидела, как он летит и мгновенно прыгнула на детей, чтобы защитить. Вот здесь он взорвался, справа. Нур в это время находился в другой комнате, поэтому выжил. Родители погибли сразу. Кровая глаза, все в пыли, свекор лежит на полу. Я поняла, что он не дышит. Кровь. У нее на колене был разрез очень сильный. И тетя тоже была ранена. Уже в госпитале Ирина узнала, что ее дети практически не пострадали. Лишь у среднего сына небольшой перелом. Большой осколок попал Ирине в правую ногу. Ее пришлось ампутировать. Кисть руки тоже ампутирована. Серьезно повреждена и левая нога. Но ее удалось спасти, и мы уже установили специальные диски. Россиянка Ирина Баракят живет 13 лет в Алеппо. Ее муж отсюда. В мае этого года, когда террористы разбомбили роддом, она помогала пострадавшим. Сейчас нет в Алеппо ни одного спокойного района. Все районы страдают. Падают снаряды на больницы, на роддомы, на школы. Сирийские врачи сделали все, чтобы спасти жизнь россиянки. Мы бы хотели, чтобы ее отправили в Москву, в хороший госпиталь. И оказали надлежащее лечение. Сыновья и дочери Ирины сейчас живут у знакомых. Она просит не приводить их в больницу. Не хочет, чтобы дети видели ее такой. Александр Кацуба, Виктор Приходько и Геннадий Корнеев. Вести, Алеппо. Сирийская Арабская Республика.